Здравствуйте! Территория закона на ваших экранах. Смотрите сегодня. Рощинский маньяк. Раскрыта серия нападений на женщин в городской роще. Кораблинское чудовище. Родной дядя пять лет издевался над маленькой племянницей. В минувшую пятницу, 6 октября, суд вынес приговор 43-летнему педофилу. Житель Кораблинского района, как выяснило следствие, суд в течение нескольких лет издевался над собственной племянницей и снимал на видео сцены недетских игр с девочкой. Выяснилась чудовищная реальность случайно, когда преступник решил совратить соседскую девочку. В следствии мы судом установлено, что с августа 2010 года до октября 2015 года в течение пяти лет 43-летний мужчина, достоверно знавший о несовершеннолетнем возрасте племянницы, периодически совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Кроме того, в один из дней октября 2016 года преступник, находясь во дворе своего дома под предлогом показа котят, привел семилетнюю соседскую девочку к сараю, где также совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Совершенные преступления против половой неприкосновенности девочек мужчина снимал на видео. При этом в течение долгого времени племянница мужчины молчала о том, что происходит. Ну, во-первых, он ее задавил морально, так скажем. Ситуация такая. Он начал с малого. Он, во-первых, был вхож в семью, потому что к нему относились с сложением. А сама по себе девочка по характеру, она, в принципе, экспертиза подтвердила, что этот ребенок очень скрытный. Эмоционально подвержен постороннему влиянию, в том числе и негативному. Может, с демократии все остальное. Он ее подловил именно в ночах. То есть сначала он поделал с порно-фотографией и показал ей их. Она, тогда вообще она маленькая была совсем. Но она, соответственно, как бы стесняясь и опасаясь того, что он в итоге может рассказать матери о данных событиях. Тем более он ей сказал, что если она не будет смотреть эти порно-снимки, то он обязательно эти порно-снимки покажет. Ее матери скажет, что он изъяв их у нее, так скажем, забрал. Нашел у нее там, вот, в портфеле. Вот. Это первые, так скажем, его шаги были. Вот. В последующем он привез порно-фильм. И, соответственно, заставлял ее, на основании потом вот этих всех вещей, то есть напоминал ей, как дядя делал, что там с тетей в порно-фильме, то есть заставлял эти вещи себе повторять. Угу. То есть он ее изначально сломил вот этими всеми вещами. Вот. Но первоначальные там действия его были какие-то. То есть вот после просмотра порно-фотографии, порно-фильма, он попросил ее раздеть, чтобы ее сфотографировать на телефон. Вот. У него был уже козырь в руках. То есть как бы у него были снимки ее в умноженном виде. И когда она в последующем пыталась сопротивляться, то есть там отказывалась выполнять определенные его требования, и он говорил о том, что если она этого не сделает, то, соответственно, он эти порно-фотоснимки, вернее, где она за приемноговой, покажет ее матери, скажет, что он скачал ее одноклассник. Собранные Кораблинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Паризанской области и представленные государственным обвинителем в ходе судебного заседания доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 43-летнему жителю Кораблинского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. По данным Росстата, начиная с 2013 года в России на 10 тысяч выросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом детей, пострадавших от действий сексуального характера в 2013 году, было 1 тысяча, в 2014-м – 2400, а в 2015-м – 3700. Такая тенденция, сошрёмся на мнение правозащитников и психологов, говорит как о более эффективной работе правоохранителей, так и о реальном увеличении количества педофилов в стране. Если в предыдущем деле преступник был лично знаком со своими жертвами, то следующее – об опасном и распространённом сегодня способе совращать несовершеннолетних через социальные сети. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего рязанца в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 135 УК РФ. В ходе следствия установлено, что обвиняемая осуществляла разрадные действия с малолетней путём циничной переписки в сети интернет, склоняя её к совершению действий сексуального характера. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Рязани, приговором которого подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. При назначении наказания учитывалось судимый за аналогичное преступление. Приговор не вступил в законы силы, может быть обжалован. Слухи о том, что в городской роще появился некий мужчина, нападающий на одиноких девушек по ночам, угрожая покалечить ножом и убить, принуждая к половому акту, появились полтора года назад. Между тем, преступника удалось задержать, и к настоящему моменту его вина уже доказана в суде. 1 октября было совершено первое нападение на девушку, совершённое на территории Железнодорожного района города Рязани. Второе аналогичное нападение было совершено через неделю. До января месяца данные преступления оставались нераскрытными. В январе, 21 числа, было совершено очередное нападение на девушку. После выезда на место происшествия следственной оперативной группы был проведен осмотр участка местности. Необходимо также отмечить, что потерпевший обратил на то внимание, что когда нападавший за ней заходил в подъезд, он выбросил окурок от сигареты. В ходе осмотра мест происшествия данных окурок были собраны все окурки с прилегающей территории, в числе которых в последующем путём экспертных исследований был обнаружен окурок, оставленный подозреваемым. Поскольку данный предоставленный ранее был осужден, генотип его имелся в базе. Таким образом, лицо было установлено. В настоящее время Железнодорожным районным судом города Рязани вынесен приговор, по согласию которому обвиняемый в Казани в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законы силы не вступил, может быть, обжалован. Частенько страшные кровавые убийства происходят в квартире во время распития спиртного, когда те, кто полчаса назад были закадычными друзьями, превращаются в заклятых врагов и хватают в руки ножи. Подобные истории часто заканчиваются трагично. Но не иссякают. В Железнодорожном межрайонном следственном отделе города Рязани в настоящее время находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного в ч. 4 ст. 111, а именно причинение тяжких отрезков повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшим. По расследованию дела было установлено, что в середине сентября в одной из квартир на территории Железнодорожного района города Рязани в ходе распития спиртных напитков между знакомыми друг другу гражданами произошел словесный конфликт. В ходе данного конфликта один из граждан стал наносить множественные удары по лицу руками другому, скажем так, своему знакомому. Нанеся незначительное количество ударов, у них конфликт был исчерпан, они продолжили дальше употребление спиртного. Но на протяжении некоторого времени состояние алкогольного опьянения их усилилось и возникли новый словесный конфликт, в ходе которого тот же гражданин уже нанес большое количество ударов как руками, так и ногами, правда, лично частям тела своего собутыльника. После причинения телекспровреждений, несмотря на то, что в квартире находились очевидцы преступления, никто в полицию не сообщил, так как опасались давления со стороны так называемого преступника. Потерпевший изначально был жив, но в течение непродолжительного времени он скончался от полученных повреждений. Несмотря даже на то, что он скончался в квартире, преступник предпринял меры к сокрытию следов преступления, подготовил тело для выноса из квартиры, предварительно замотав в плед, который находился в квартире, то есть таким образом хотел избавиться от тела. Однако, у одного из очевидцев преобладала гражданская позиция, и он сообщил о данном происшествии в дежурную часть районного отдела полиции. После чего на место прибыли необходимые лица для проведения оперативно-раскласса мероприятий, а также сотрудник следственного комитета. Было рассмотрено место происшествия, зафиксированы необходимые следы, указывающие на совершение преступления и изобличающие виновного лица. После чего труб был направлен в бюро судебно-медицинской экспертизы, где было установлено, что действительно его смерть вступила от полученных множественных телесных повреждений. Виновное лицо изначально пыталось скрыться от органов следствия, даже уехало в другой регион. Но, однако, благодаря слаженным действиям сотрудникам Следственного комитета и оперативных служб, МВД местонахождение виновного было установлено, он был доставлен в город Рязань. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин